приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему напишите в чат плюс если вы на месте если вы готовы мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен базовым навыкам работы с оболочкой баш ну а детально мы потренируемся на команде cat поэтому если вы на месте если вы готовы с вас плюс в чат ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux профессион института кандидат технических наук по специальности информационные технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентов начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компания найти высококвалифицированные кадры мастер-классы новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике или практическое обучение в этом коллеги я буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемому лучшему поэтому присоединяйтесь и так коллеги по просьбе по вашей просьбе данном в чат в комментарии написала наша студентка что вот как это дело все освои да и собственно по ее просьбе мы начали серию мастер-классов которые посвящены базовой базовым навыкам работы с оболочкой башп это все мастер-классы по вашим заявкам если для вас интересна какая-то тема то пожалуйста пишите в комментариях пишите в чате там да какие вы хотите тему услышать и мы специально для вас сделаем этот самый мастер-класс и так сегодняшний мастер-класс это уже второй мастер-класс в серии базовых навыков работы с башем если вы хотите с первой части ознакомиться то вы найдете ссылки в описании под этим видео и в чате соответственно был мастер-класс и также была статья по первой части поэтому кто хочет действительно прокачать свои скиллы пожалуйста перейдите посмотрите проделать и ну а мы сегодня приступаем ко второй части и соответственно поработаем с командой cat вот что нужно для то чтобы у вас получилось все как у меня нужен обычный линукс и собственно оболочка важно поэтому запускайте терминал и движемся вперед итак поехали 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 итак начнем с того что такое cat cat это сокращение от слова concatenate concatenate переводится дословно как склеивать ну или объединять вот задача этой команды по сути вывести содержимое файла вам в консоль вы скажете а как происходит объединение объединение происходит за счет того что если вам нужно объединить несколько файлов и указываете эти файлы и на выходе получаете один большой файл да то есть вот такая задача команды concatenate вы скажете что-то сильно просто дал изначально выглядит просто но есть всякие хитрости всякие трюки шмуки и так дальше и сегодня я для вас это все дело приготовил я думаю что даже тертым калачам тертым айтишникам сегодняшний мастер-класс будет полезен поэтому двигаемся вперед итак первое что важно коллеги любая команда она содержит встроенный help встроенную помощь поэтому если вы хотите если вы вот знакомитесь какой-то команда и не знаете как с ней работает а не хотите узнать help то первое что можно сделать это написать cat например тогда минус минус help и соответственно вот этот самый help высветится и здесь можно почитать те или иные важные опции да и здесь немного на самом деле но они весьма прикольные но и собственно я вам это дело все покажу дам то есть вот вот такая вот идея ну например сегодня мы поработаем с такими опциями как нумерация строк полезно весьма полезно дальше поговорим как найти табуляции табуляции да вот табуляции это непечатаемый символ вы выводите содержимое файла и возникает вопрос это табуляции или пробел как его пощупать чем его пощупать так вот кэт это умеет коллеги кэт это умеет да вот вот если вы там вот кто там тертый айтишник вот напишите там в комментарии в чат как как определить что-то табуляция сейчас кто-то там напишет на пайтоне открыть пайтоном и фопы нами там а в баше как это сделать ага вот видите вот тут и хитрости всей начинается следующая весьма важная опция это значит это например можно посмотреть посмотреть как как найти конец строки конец строки вы знаете как найти с конец строки вот сегодня вы об этом узнаете итак поехали значит еще раз help получить это пишите имя команды пробел минус минус help и в большинстве команд этот самый help можно получить и так едем дальше следующее что хотел вам показать и так как же работать с командой cat мы пишем cat а потом а потом передаем качестве аргумента содержим этот файл который мы хотим вывести в консоль ну например вот у меня есть файл какой файл например services до сервисов я нажимаю enter и хирак вот пожалуйста вывелась содержимое всего этого файла вы скажете что тут много строк да но вот такая вот идея то что вы можете вот таким вот образом это дело все вывести на экран да то есть вы в качестве аргумента к команде cat передаете имя файла того файла который вы хотите вывести собственно на экран поехали дальше тренируйтесь коллеги выводите у себя там ищите какие-то файлы тренируйтесь запускать и баш ничего такого сложного нету итак поехали дальше бывает такое что файл находится где-то соответственно коллеги нужно к нему указать путь куда ну например давайте смотрим кет пробел файл слэш етк слэш какой там файл посмотрим хос это сюда хос хос хор хост и так хост хост и так нажимаем да то есть вы указали команду нашу до дальше пробел и указали полный путь полный абсолютный путь к файлу enter ну и вот пожалуйста содержимое опять таки вы увидели в консоли здорово здорово да то есть вот такая вот идея команды кет то что можно вот так передавать в качестве аргумента имя того файла который вы хотите вывести поехали дальше ну а теперь вот самое главное пример как же кет объединяет содержимое файлов да то есть вы в качестве аргумента указывайте несколько файлов ну а на выходе получаете объединенное содержимое этих самых файлов и так тренируемся пишем кет ну а дальше через пробел указываем разные файлы у меня это файл тест 1 пробел тест 2 нажимаю enter и что я вижу я вижу объединенное содержимое то есть давайте посмотрим по отдельности каждый из этих файлов и так кет тест 1 вот пожалуйста да там всего на все одна строка где написано диссис файл тест 1 ну и смотрим содержимое второго файла тест 2 аналогично одна строка диссис файл тест 2 ну а на выходе мы получили что коллеги мы получили объединение этих самых файлов то есть вот в таком виде мы это дело все получили здорово здорово да то есть по сути вы можете объединять 2 3 5 10 тысячу файлов в один большущий вот файл и дальше с ним там что-то дальше делать здорово здорово едем дальше и так следующий пример значит создайте файл и запишите в него текст вот до оказывается все на большинстве где-то там примера вот те что я видел да то есть создают файл и записывают в него какой-то текст с помощью или текстового редактора или с помощью команды эко и потом перенаправляют поток да но оказывается вы файл можете создать с помощью команды кет хитро хитро пробуем пробуем значит что мы для этого дела пишем кет значит дальше перенаправление ну и пишем здесь тест 2 например там и так поехали мы попали то есть кет считывает с стандартного ввода содержимое стандартный ввод это клавиатура ну и соответственно вы сюда можете что-то напечатать и так печатаем без текст текст воз н т рэд бай кей борд кей борд так наверно правильно написал и так вы пишете то содержимое которое вы хотите чтоб попала в этот файл дальше возникает вопрос а как выйти с этого стандартного ввода она же как говорится нет пуст не путь не отпускает коллеги для того чтобы выйти да то есть нажать и enter она не даст вам возможность выйти то есть вы по сути в режиме ввода текста и так чтобы выйти нужно нажать control д control д нажимаем control д и пожалуйста вот у меня закончился я опять вернулся в баш давайте проверим содержимое этого файла значит кет тест 2 и пожалуйста что я увидел здесь текст воз нет рэд с ошибкой напечатал дамбай кей борд прекрасно прекрасно да то есть что произошло мы затерли содержимое файла тест 2 вы помните содержимое файла тест 2 вот она да значит вот она здесь текст дэс файл тест 2 да то есть вот такое вот там было содержимое а теперь что а теперь у нас вот такое вот содержимое да то есть мы взяли по сути затерли содержимое файла тест 2 но при этом ввели это все дело с клавиатуре здорово здорово этом пробуйте должно вас тоже все получится так едем дальше значит следующий пример следующий пример коллеги это давайте вернемся от к выводу моего файла сервисе сдам значит и так делаем cat services и что я вижу то что здесь прям дофига строк и что важно то что это все дело не помещается не помещается в мою консоль да то есть смотрите сколько тут всего вот и прям совсем не помещается возникает вопрос а как так вывести содержимое к этом чтобы можно было спокойно это дело все почитать посмотреть полистать и вот здесь вот коллеги появляются так называемые пейджеры что такое пейджер пейдж это страница до соответственно пейджер эта программа которая выводит текст постранично постранично поэкранно да поэкранно соответственно вот мы берем пишем cat имя файла а дальше ставим вертикальный слэш вертикальный слэш до с чащ Chinese разный пункте есть левый и правый и вертикальный так вот вертикальный слэш означает перенаправление потока вывода в поток ввода другой команды таким образом вывод команды кед мы перенаправим в пейджер при этом ставим вертикальный слэш а дальше пишем эллс эллес эллес это пейджер да нажимаем это и что и я попал собственно коллеги в этот самый пейджер уже с перенаправленным текстом обратите внимание то что я вижу сейчас начало файла services они его конец они его конец вы скажете а как увидеть конец ну как вот так вот берете ли ставите вниз 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 да тут тут дофигища строк ну и вот 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 так вот упал на клавиатуру я дошел до самого конца ну и мне лес написал что это end это конец там то есть вот вот такая вот идея поэтому удобно удобно вы можете перенаправить содержимое в пейджер ну и собственно здесь уже детально поискать что-то полистать ну по пейджера наверно сделаем отдельный мастер-класс здесь еще есть поиск поиск да как поиском воспользуется напечатать слэш ну а дальше термин который вы ищете ну какой термин еще давайте с мтп нажму enter хирак и видите я нашел с нтп до искать в вниз это н маленькая вот а искать вверх shift н н большое да то есть вот таким образом вы можете двигаться по пейджеру и так как выйти с пейджера возникает вопрос попал пейджер как с него выйти нажать qq и пожалуйста я вышел опять вернулся в баш то есть вот так удобно вы можете вычитать содержимое ну или там собрать его с нескольких файлов и перенаправить в пейджер склеить там все это дело да и дальше посмотреть здорово едем датчик следующий пример коллеги смотрим как же пронумеровать строки в файле да то есть вот я только что выводил вот этот файл сервис это стандартный файл находится в папке еды к слэш етэка слэш сервис а сможете его оттуда себе взять и собственно снимках говорится потренироваться и так как же пронумеровать строки в файле да то есть вот выводе всего этого дела чтобы можно было как бы что-то там найти или сказать тогда вот вас там есть коллега файл большой конфигурационный там какого-нибудь сквайта или там еще чего-нибудь вот такого длинного и возникает вопрос как там там ошибка где-то там в 500 какой-то строке как как это искать здесь вот понимаете да нужно сделать нумерацию строк и так как делаем нумерацию пишем cat пробел минус nn это набор дам нумерация и соответственно дальше имя файла services нажимаю херак и я вижу что здесь 613 строк 613 строк да и можно перенаправлять это дальше коллеги то есть вот ставим вертикальный слэш и можем перенаправить опять-таки тот же самый лес и здесь вот пожалуйста мы увидели содержимое вот файла services но и с нумерацией с нумерацией смотрите да с нумерацией опять-таки могу листать туда-сюда очень весьма удобно да то есть вот вот такая идея и что я вижу то что здесь шестьсот тринадцать строк то есть вот таким вот образом я это дело все посмотрел на и могу там сказать там строка 604 тогда адрес все очень протокол какой-то там да а спи например там вот ночью здорово да да протокол фида строка 609 да то есть удобно удобно да то есть вот 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 такая вот идея всего этого дела и так едем дальше следующего коллеги что смотрим следующий пример это как понять где у вас конец строки да то есть вот смотрите я вывел содержимое файла services возникает вопрос а вот здесь вот 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 здесь вот вот здесь вот там пробелы есть или табуляции да то есть вот где тут конец строки это раз во вторых у меня это вот гвейк терминал да тут как бы строка широкая а если вы возьмете вот такой вот терминал который обычный да и вы можете здесь тоже сделать cat services там да вот смотрите да и возникает вопрос а где здесь конец строки или вас например терминал такой вот узенький тогда вот вот как понять как понять да то есть вот смотрите вот как понять где тут конец строки вообще да то есть вот он вообще вас есть или этот перенос по строкам что это вообще такое да так вот команда cat позволяет легко коллеги обнаружить ну или показать вам что да вот здесь вот конец строки то есть вы на самом деле можете файл конфигурации там не портить не коцать тогда вот просто его вывести вот таким вот образом чтобы посмотреть где там конец строки и так давайте пробуем значит что мы пишем cat ням 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 значит cat пробел минус е ну или и да и название файла services и так нажимаю это что я вижу я вижу то что в конец строки начал добавляться знак доллара знак доллара ну а вы наверняка если работаете с редактором вы ну или вимом то вы наверняка знаете что доллар ну или в подстановках там в глубинах да то есть доллар это конец строки вот здесь вот видите тоже конец строки да то есть то есть вот вот здесь вот уже текста нету вот вот я выделил да то есть вот после то есть доллар это уже конец строки удобно удобно коллеги то есть вы можете таким вот образом посмотреть детально где у вас там конец строки поехали дальше следующий весьма полезный и интересный пример это как посмотреть где табуляции то есть вот у меня есть некий текст вот он да вот здесь вот что это такое то вообще табуляция или пробелы что это такое коллеги как это понять как это понять сейчас кто-то скажет ну я могу на пайтоне нафигачить программку которая будет там определять да можно на пайтоне но это сложно есть варианты попроще вы можете с помощью к это выяснить где же вас табуляции и так как же мы это можем сделать пишем кед дальше пробел минус т большое и название файла тот в котором нужно отобразить вот эти все табуляции и так мы нажимаем enter значит ну давайте я перенаправлю в лес чтобы было удобней смотреть все таки да и так что мы видим коллеги то что там где у меня были табуляции то начал появляться вот такая вот штучка дрючка да так то есть символ каретки и и ай большое да они большое по моему букву а большая хотя нет наверное и today вот-ой большое там то есть вот вот соответственно количество табуляций сколько 1 2 3 4 да то есть вот пожалуйста здесь 4 табуляции а здесь сколько а здесь вот значит а здесь вот значит Значит, две табуляции, не вот так вот, да, вот здесь две табуляции, вот она, да, то есть вы можете легко посмотреть количество табуляций в тексте там, да, и определить, что, где, как, удобно, удобно, да, то есть вот таким образом вы можете отличить пробелы от табуляций. Итак, поехали дальше. Следующий пример, значит, это, как бы, с другой стороны, как говорится, зайдем, вы можете вывести, ну, или объединить содержимое нескольких файлов, используя уже механизмы Basha, то есть вы можете команды написать последовательно, да, и, соответственно, Basha это дело уже объединит. То есть сейчас объединение будет происходить не с помощью кета, а с помощью именно Basha. Такой тоже механизм есть. Кстати, его можно использовать не только с кетами, да, то есть, а если у вас там есть другие какие-то команды, которые что-то там вычитывают, выводят, что-то там выполняют, то вы можете объединять. Опять-таки, это будет полезно при написании скриптов. Итак, пишем кет, дальше тест, это первый файл, да, разделяем команды с помощью точки с запятой, ставим пробел, то есть точка запятая в одной строке может разделять между собой команды. Дальше делаем кет, дальше тест 1, опять точка запятая, вводим третью команду кет, тест 2, например, там, да, ну и давайте введем там, не знаю, четвертую команду, например, команду date, да, для того, чтобы посмотреть, какая сегодняшняя дата. Итак, нажимаем Enter и мы, по сути, увидели все вместе, да, все вместе вот в таком вот формате, да. Соответственно, смотрите, что у нас получилось. Вот она, да. Дальше вы можете это дело все перенаправить куда-то там, да, то есть, вот, пожалуйста, команды можно объединять, вот, то есть, если вам нужно что-то там сделать некий документ, там, не знаю, отчет какой-то, результат выполнения каких-то там скриптов, то вы эти самые команды объединяете в одну строку, вот как я это сделал, да, и разделяете команды с точкой, запятой, точкой, запятой, точкой, запятой. Здорово, здорово, да, то есть, похоже на работу кета, но немножко не кет, это механизмы уже самой оболочки башни. Двигаемся дальше. Следующий пример, коллеги, который мы можем посмотреть с вами, это как перезаписать файл содержимым другого файла, то есть, вы, по сути, можете с помощью кета, вычитать один файл и перезаписать его в другой, в другой, да, ну, давайте посмотрим. Итак, у меня есть несколько файлов, значит, давайте смотрим файл первый, файл просто тест, значит, файл просто тест, в нем есть такой текст, this is file test. Дальше, давайте посмотрим второй файл, тест 2, там есть текст, который мы ввели с клавиатуры, this text was not read by keyboard, да, то есть, вот, пожалуйста. Итак, я хочу затереть, затереть, да, перезаписать содержимое одного файла в другой. Вот, поехали. Вот, то есть, это, это как бы не копирование, да, а именно перенос содержимого файла с одного в другой. Дальше, пишем название файла, тест, ставим пробел и ставим символ, знак больше, да, это символ перенаправления потоков. Коллеги, мы с вами уже работали сегодня с потоками, у нас был вертикальный слэш, смысл вертикального слэша в том, чтобы перенаправить вывод одной команды на ввод другой команды. Так вот, если вам нужно перенаправить файл, то вы вместо вертикального слэша ставите вот этот самый символ значка больше, да, и пишите название файла. Итак, название файла у меня будет называться тест 2, тест 2, да. Нажимаем Enter. Ну, а теперь давайте посмотрим содержимое файла тест 2, get test 2. Что мы видим? This is file test. То есть, вот это вот то, что у меня там было, оно затерлось, затерлось, да. То есть, мы его все это дело успешно затерли. Здорово, здорово, да. То есть, вот таким образом вы можете переносить содержимое одного файла в другой. Движемся вперед. Итак, что у нас дальше по примерам? Здесь добавление текста в конец файла. О, вот это интересно, да. То есть, у вас есть некий файл, и вы хотите в него взять и что-то дописать. Как же это сделать, коллеги? Опять-таки, будем использовать перенаправление потоков. Но обратите внимание, то, что у нас будет уже два символа перенаправления. Два символа, да. То есть, делаем ту же самую команду, только вместо одного знака больше ставим 2. Итак, движемся. Cat test пробел больше больше тест 2. То есть, если вы сравните эти две команды, то чем отличается? Тем, что вот здесь вот у меня уже два символа больше. Итак, нажимаем Enter. Давайте еще раз повторим эту команду. Несколько раз, несколько раз, да. А теперь вычитаем содержимое файла тест 2. Опа! Что мы видим, коллеги? То, что мы дописали все в конец, в конец файла, да. То есть, вот таким вот образом вы можете дописывать что-то в конец. Опять-таки, это пригодится вам, когда вы будете писать скрипты и нужно вам, например, сделать систему журналирования, систему логирования, да. То есть, вот у вас там скрипт работает. Возникает вопрос, он правильно отработал или нет. Вот, соответственно, вы будете добивать, дописывать что-то там в какой-то файл журнала, чтобы там смотреть. Да, ага, да, скрипт работает корректно. Да, все, у меня получилось. Или, о, да, блин, что-то там не дошло, да. Или там, вот. Вот таким вот образом, коллеги, это делается. То есть, еще раз, скрипты на самом деле писать не сложно, но они вот базируются вот на таких мелочах, вот на таких командах Кэт. Вот, поэтому, поэтому тренируйтесь, тренируйтесь, если, потому что оно потом как кирпичики, знаете, как смотришь кирпич, он бестолковый, да. А вот едешь, вот я тут рядом проезжаю, а тут вот замок себе один местный олигарх построил, да. И вот этот его замок, он вот с этих вот кирпичей, да. То есть, кирпич он тупой, квадратный, и все, что ты с него возьмешь. А смотришь, о, замок красивый у него там, да. Вот, поэтому, поэтому здесь точно так же. То есть, все ваши скрипты, они базируются на вот этих вот простых командах. Итак, коллеги, в кого все получается, как у меня, напишите цифру 1 в чат. Вот, значит, напишите, какие фишки вы не знали, да, вот, вот с сегодняшнего мастер-класса, что вы вот для себя нового почерпнули. Вот, пожалуйста, напишите, вот, как бы, тоже обсудим. Итак, движемся вперед. Следующий пример, следующее, что мы с вами посмотрим, это перенаправление текста файла в стандартный ввод. Вот это тоже очень прикольная команда, когда вы можете перенаправить, да. Значит, данный способ по своей сути похож на простой вывод содержимого файла на экран. Единственное отличие в том, что он использует знак вот такой вот, коллеги, да. Это знак меньше. Таким образом, данный знак перенаправляет имя файла в поток ввода. То есть, вы можете вычитать содержимое вот файла и отправить его, это содержимое на ввод какой-то команды. Но здесь на самом деле пример не очень хороший, да. То есть, вот смотрите, как это вот так вот, да. И давайте мы здесь делаем тест 1, да. Соответственно, нажимаю Enter и я вижу, по сути, вы скажете, чем оно отличается. Ну, с точки зрения просмотра на экране в консоли, оно, по сути, ничем не отличается. Но вместо команды cat, вот здесь вот может быть другая команда, которая что-то у вас там запрашивает, да. Ну, пример. Какой же такой пример привести? Ну, это для скриптов больше, коллеги. То есть, у вас есть, например, какой-то скрипт, который запрашивает какую-то информацию. И вот вы можете с помощью вот такого вот механизма на стандартный, то есть, еще раз, что делает вот этот знак меньше? Он на стандартный ввод посылает информацию с файла. То есть, берем команды, которые используют стандартный ввод. Это с клавиатуры что-то, да. То есть, вот вам нужно там 600 раз что-то с клавиатурой написать. А если вы не хотите 600 раз писать с клавиатуры, да, у вас пальчики, как говорится, могут перетрудиться. Вот. Поэтому, что делать? А вот используйте вот этот символ. Таким образом, еще раз, с помощью знака меньше, вы можете вычитать содержимое файла и перенаправить на стандартный ввод. То есть, по сути, заменить клавиатуру. Вот такая вот идея. То есть, еще раз, вместо команды cat обычно здесь используется какой-то скрипт, который, который что-то запрашивает с клавиатурой. То есть, вот такой вот пример. Ну, команда cat тут, я бы сказал, случайно. Но на самом деле, опять-таки, это вам сильно пригодится при написании скриптов в баше. Итак, движемся дальше. Следующие, коллеги, запись текста из нескольких файлов в один. Вот то, что мы с вами говорили, да. Давайте-ка мы сейчас возьмем что-нибудь, вот, и объединим, объединим файлы между собой и запишем в какой-то еще файл. Итак, поехали. Значит, что мы делаем? Cat. Дальше пишем имена файлов. Тест. Дальше. Тест 1. Дальше. Тест 2. Тест. А тест 3 у меня есть? Нет, тест нету. Вот. Нету. Итак, куда мы это перенаправим, коллеги? Ставим знак перенаправления, то есть, знак больше. И перенаправляем поток вывода, то есть, результат конкатенации объединения перенаправляем в третий файл. Тест 3. Получилось? Получилось. Итак, смотрим содержимое. Cat. Тест 3. Итак, что мы видим? То, что вот, пожалуйста, все это дело у меня объединилось. Да, то есть, вот такая вот интересная штука. То есть, вот мой файл тест. Вот мой файл тест 1. А вот это вот файл тест 2. Помните, да. То есть, вот, пожалуйста, мы это дело так вот объединили. Здорово, здорово, да. То есть, пожалуйста, объединили и результат конкатенации записали в файл тест 3. Движемся дальше. Следующие, коллеги, посмотрим такой вот интересный пример. Это сортировка содержимого. Мы можем сортировать, мы можем не просто объединить эти файлы, а мы можем взять и отсортировать результат объединения. Давайте сделаем. Итак, как же будет выполняться сортировка? Значит, строки, начинающиеся с цифры, будут вверху. Ну, то есть, они будут первые. Дальше, строки, начинающиеся с буквы, сортируются по алфавиту. Строки, начинающиеся с большой буквы, будут идти перед строками нижнего регистра. То есть, вот такой вот принцип. То есть, еще раз, вначале цифры, потом большие буквы, а потом уже маленькие. Итак, ну, давайте отсортируем и посмотрим результат всего этого дела. Значит, что я буду объединять и сортировать? Итак, давайте мы возьмем файл тест 1. Дальше, возьмем файл хостесы, етк хостесы, да, и возьмем файл сервисес, сервисес, да, мой файл сервисес. Ну, где его взять еще раз? Это, по сути, файл етк сервисес, да. Дальше, ставим вертикальный слэш, перенаправляем результат объединения куда? В стандартный ввод другой команды, в команду сорт, да, в сорт. И перенаправляем результат сортировки уже куда? В файл тест 4. То есть, коллеги, у нас, по сути, получился так называемый конвейер. То есть, мы используем вывод одной команды для перенаправки для навод другой команды, да. То есть, смотрите, то есть, мы сделали вот здесь вот конкатенацию, объединили вот эти все файлы. Результат объединения перенаправили в сорт. Результат сортировки перенаправили в файл тест 4. Тест 4. Вот такая вот идея. Итак, давайте нажмем Enter и посмотрим, что получилось. Итак, что-то получилось. Давайте мы вычитаем содержимое этого самого файла тест 4. Ну, а чтобы нам было легче в нем ковыряться, давайте перенаправим в ЛС. В ЛС, да. Итак, нажимаем Enter. Что я вижу? Я вижу то, что в начале у меня, смотрите, вот давайте еще нумерацию, да, давайте сейчас вот сделаем еще нумерацию. Итак, cat минус N, тест 4 ЛС, да. Вот так вот. Итак, что мы видим? То, что в начале у меня идет 7 строк, которые просто пустые абзацы, да, пустые абзацы. Дальше у меня идут строки с решеткой, да. То есть, вот, пожалуйста, как отсортировалось. И таких решеток у меня 23, да. Дальше у меня идет 2 строки вот с такими знаками равняется. Потом посмотрите, что это за файл. Это же файл хостесы, да, видите. То есть, идут в начале у меня что? Идут IP адреса, да. То есть, тут цифры, цифры, да. А потом что? Так, стоп, куда все делось? Так, куда все делось? Куда все делось? Так, вот оно, да. Значит, вот оно, да. Идут цифры. После цифр идет кто у меня? Идет уже буквы, да. Вот, пожалуйста, буква A. То есть, отсортировалось по алфавиту. Смотрите, да, все эти службы отсортировались по алфавиту. То есть, вы помните, там службы, вот, вот по портам, да. Смотрите, порты идут не по порядку. То есть, если вы посмотрите, то вот, например, какая-то служба ACR NEMA 104, там, да. AF Backup 2029.88 порт TCP, да. То есть, вот посмотрите, да. То есть, мой протокол SMTP, вот BGP здесь был, да. То есть, вот смотрите. То есть, сортировка произошла по алфавиту. Смотрите, BGP 179 TCP, 179 UDP. То есть, вот, пожалуйста, коллеги, мы это дело отсортировали. Дальше, давайте мы продвинемся к букве T. И там мы должны найти кого? Там мы должны найти файл. This is test file 1, да. Давайте буква T. RSS. Так, сейчас мы найдем букву T. S, S, T, T. Вот, T нашли. И что мы видим? Telnet. 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 А вот, смотрите. This is file test 1. Вот оно, да. То есть, пожалуйста, мы объединили, коллеги, 3 файла. Отсортировали. Ну, и получили файл тест 4. Ну, что, здорово, да. То есть, вот, вот, таком, вот, вот, вот сложно это. Нет, не сложно, но это весьма полезно. То есть, в жизни вам весьма сильно это дело пригодится. Поэтому, пожалуйста, делайте. Итак, движемся дальше. Следующий пример, коллеги, весьма интересный. А дальше уже оказываются выводы. Да, да, вот такая вот картина. Как говорится, только разогнались. Только разогнались. Но, коллеги, еще раз, вы, как говорится, не расстраивайтесь, что уже примеры к это закончились. Всякие фишки. Вот к вам большая просьба. Если вы хотите действительно научиться базовым навыкам работы с баша, потом это перерастет в написание скриптов, а потом это приведет к тому, что вы автоматизируете всю свою работу. У вас появится больше времени. Время вы потратите опять на обучение, и это принесет вам деньги. И, как говорится, круговорот обучения, денег, ну и жизни в целом. Итак, коллеги, в кого все получилось, как у меня, напишите цифру 2. И, пожалуйста, напишите те фишки, которые вам сегодня понравились. То, что вы, может быть, не знали о команде CAT. Вот. И то, что вы, чем вы будете, что вы будете дальше использовать. Ну, а программа Максимум. Кто-то, как говорится, присоединился к нам. Напоминает о том, что это вторая часть базовых навыков работы с оболочкой баш. Поэтому посмотрите мастер-класс, статью. Вот это все есть в чате и в описании под этим видео. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Итак, коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я с удовольствием на них отвечу. Итак, смотрим в чат. Смотрим в чат, какие тут вопросы. Значит, вопрос очень простой. Как научиться писать скрипты в баш. Значит, коллеги, ответ здесь очень простой. Надо брать и делать. То есть, берите и автоматизируйте. Значит, просто так вот, ну, просто садиться что-то писать, так оно, конечно, неинтересно. То есть, вы берите и автоматизируйте что-то, какие-то свои маленькие задачи. То есть, вот, например, вам нужно выполнять там резервное копирование, бэкапы. Напишите скрипт для бэкапов. Вам нужно там выполнять, например, тестирование защищенности Linux систем. То есть, вот, насколько ваша система там защищена, да, то есть, вот, по кибербезопасности. Вот, соответственно, напишите, опять-таки, скрипт, что там в 4 ночи запускается утилита Linis. Она выполняет тестирование защищенности вашего Linux сервера. Опять-таки, результат выполнения этого Linux вы перенаправляете в файл. Да, то есть, вот, скрипт, на самом деле, простой. Первое, запустить Linux, второе, перенаправить результат вывода в файл, третье, отправить вам на почту. Все, вы утром пришли на работу и читаете отчет, как вам ваш сервер. Да, потом этот скрипт разместите там на ваших там серверах. Все, вы пришли на работу, почитали. Ага, вот тот сервер там, там, 53 сервер, там, что-то там надо обновить. Ну, все, сели и обновили, понимаете, идею, да? То есть, вы не ждете, пока вас взломают, а как бы надо наперед действовать, опережать этих самых хакеров. То есть, вот такой вот принцип этого дела. Так, так, смотрим еще вопросы, еще вопросы. Так, ну что, вопросов больше нету. Итак, коллеги, кому был интересный сегодняшний мастер-класс, оцените его лайками, вподобайкой нравлика. Ну, и вообще, подписывайтесь на наш YouTube канал, предлагайте темы для будущих мастер-классов, потому что мы, собственно, все это делаем по вашим заявкам. Ну, а если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, то мы вас приглашаем к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания, вот в таком вот формате learning by doing, да, проделая его так вот не спеша. Получите международные сертификаты. Ну, и что еще важно, мы помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому присоединяйтесь, вот на курс по Linux, например, Linux 0, 24 доллара, 10 занятий. Это же совсем недорого, но вы зато сможете работать с Linux. То же самое касается, там, введения в кибербезопасность, там, 11 занятий, 24 баксов. Дорого, вообще недорого. Но вы сможете, вот опять-таки, тестировать вашу систему, там, на защищенность. Поэтому присоединяйтесь, движемся вперед, развиваемся. Ну, и все это дело, ваши знания, превращаем в деньги. На этом все. Ассалам алейкум. Мир дому вашему. Берегите себя своих близких, несите тяготы друг друга. Помните, коллеги, что сила в единстве. Поэтому, если что-то не получается, то пишите, звоните. Вся наша команда будет вам помогать. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok